Ранним утром, когда производилась съемка, на перекрестке вполне свободно, но местные жители знают, что настоящий ад здесь начинается либо вечером, либо в выходные дни, когда все устремляются за город. Здесь ежедневно происходят мелкие ДТП, связанные с перестроениями из нескольких рядов в один. Люди, пытаясь с Каширского шоссе повернуть на Володарское, нарушают существующую разметку и из трех-четырех рядов поворачивают в один, притираются и блокируют полностью движение. Чтобы чуть уменьшить пробки, дорожное полотно со стороны Москвы расширили до четырех полос, но проблему это решило лишь отчасти. Тем более, что водители, нарушая правила, совершают поворот с трех полос. Вечером здесь можно провести несколько часов своего времени, начиная с поворота, так как происходит следующая ситуация, само движение парализуется тем, что поворот, он не может принести, много машин проехать, а также сам поворот происходит не с одной полосы, а как правило взаимодействуют полосы три. Ночью, чтобы не делать помех для проезда транспорта, здесь появилась дорожная техника. Задача у подрядной организации непростая – закончить работы до наступления утра, когда люди поедут на работу. Проводится работа силами специализированной организации по переразметке проезжей части Каширского шоссе и Т-образного перекрестка с Володарского шоссе. Проводится работа по переразметке в части нанесения выделенной полосы. Вот так выглядит обновленный перекресток сейчас. Было принято решение провести переразметку, сделать понятные направляющие линии, а самое главное – установить комплекс фото-видеофиксации нарушения установленной разметки. Но это только часть предпринимаемых мер. В ближайшее время мы также проведем дорожный эксперимент, в рамках которого левый поворот с Каширского шоссе будет сохранен только для общественного транспорта, а заезд на Володарское шоссе для личного транспорта будет осуществляться через дорогу А-105 Москва-Аэропорт-Домодедово. Чем закончится этот смелый эксперимент, мы узнаем совсем скоро. Напомним, что и на участке Володарского шоссе до пригорода Лесное дорожная полоса расширена до двух полос в каждую сторону, что также призвано помочь в решении проблем автолюбителей. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.